Приветствуем вас, дорогие братья и сестры во Христе, в этот праздничный воскресный день. По милости Божией мы стали сегодня исполнителями заповеди Божией «Шесть дней делай дела Твоя, седьмой день Господу Богу Твоему». Стали участниками и причастниками того пира и духовного богатства, которое всемилостивый Господь уготовал верным Своим. Смогли насладиться особыми церковными молитвами и песнопениями, которые напоминают нам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Еще совсем недавно мы собирались под сводами храма, чтобы примириться, попросить друг у друга прощения и спросить благословения на Великий Пост, Святую Четыридесятницу. Были планы, были желания, казалось, было время, но так быстро и скоротечно прошло, что мы вместе вступаем в последнюю седмицу Святаго Великого Поста. Время воспоминания божественных страданий Господа нашего Иисуса Христа. Да и Сам Господь Всемилостивый, восходящий ныне в Иерусалим, как мы слышали сегодня в пятую неделю Великого Поста в евангельском чтении, обращаясь к своим ученикам, а через евангелиста и ко всем нам, напоминает о том, что приближается время, когда он будет предан в руки грешников, пострадает и умрет на кресте. Апостолы, которые еще совсем недавно устами Петра исповедовали его как Сына Божия, как Христа Мессию, в недоумении, смятении, спорят о том, кто займет место справа или слева от Него, во Царстве Его, и в то же время не понимают, как Христос Мессия, пришедший в этот мир, чтобы освободить народ еврейский, чтобы воцариться и царствовать во всем мире, говорит о своих страданиях, говорит о своей смерти. Но мы, наученные своей верой и просвещенные благодатью Святаго Духа, знаем, что приближается пришло то время, когда мы мысленно перенесемся в те дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, когда Он взял на Себя грехи всех нас, всего мира, взойдет на крест, чтобы, пригвоздившись нашими грехами, омыть и скупить их Своею Божественную кровью. И как будто, прощаясь с кем-то дорогим и близким, мы вспоминаем дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Мысленно переносимся в город Вифрием, где с ангелами восклицаем славу Вышник Богу и на земле мир человеческих благоволения. Удивляемся той мудрости тем словам, которые исходили из уст отрока Иисуса в беседе с учителями, старцами иудейскими в городе Иерусалиме. Мы сокрушаемся от слов Христа, который обращается ко всем нам, выходя на проповедь, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Вместе с слепыми, нуждающимися, расслабленными, прокаженными, мы в Апиемы кричим Иисусе Сыне Божий, Иисусе Сыне Давидов, помилуй нас! Вместе со Христом мы восходим в город Иерусалим, восходим на Голгофу, чтобы быть причастниками его божественных страданий, чтобы испить ту чашу, которую он испил, чтобы креститься тем крещением, которым он крестился. Но самое главное – приобщиться к той божественной любви, которую всемилостивый Господь принес всем нам, принес всему миру, чтобы раствориться в тех божественных объятиях, отцовских объятиях, которые простирает ко всем нам Господь наш Иисус Христос. Покаяние отверзими двери Жизнодавчика. Слышим, увы, последний раз в этом посту мы покаянные слова церковной песнопении. И благодарение Богу – это глаз чадолюбивой Матери нашей Церкви, которая помогает открыть двери наших душ наших сердец, помогает нам обрести покаяние, чтобы, осмотревшись вокруг себя, заглянув внутрь себя, изменить, преобразить свою человеческую жизнь, потому что только чистоте и святости жизни мы по-настоящему можем поклониться божественным страстям Христа и прославить Его преддневное воскресенье. Аминь.